Музыка Меня зовут Андрей Суворов, я возглавляю компанию НПО Адаптивные промышленные технологии, которая является молодой дочерней структурой лаборатории Касперского и промышленной группы Этелма. В области промышленной кибербезопасности я около пяти лет пришел в эту область из IT, осознав, что IT это не только благо, но и определенный риск. Сегодня большая часть промышленных данных умирает, не доходя до своих систем. Мы много говорим в IT-отрасли о больших данных, о корпоративных шинах, но доподлинно известно, что в контуре промышленных предприятий, там, где существуют, по сути дела, конвейеры, станки, привода, порядка, наверное, 85% оборудования остаются неподключенными. Огромный потенциал у тех, кто, возможно, эти данные начнет передавать, накапливать и на базе этих данных определять те решения, которые связаны с очень дорогим оборудованием, которое сейчас эксплуатируется. С помощью нашего альянса, то есть это лаборатория Касперского, которая производит операционную систему для решений, с помощью компании Siemens выстраиваем вертикальное решение, которое позволяет промышленные данные передавать аналитическое облако, где с этими данными можно делать определенное моделирование, визуализацию, динамические показатели, которые позволяют решить достаточно серьезные и интересные вопросы для бизнеса. Один пример приведу. Одна из европейских компаний несколько лет назад продавала обычные шариковые подшипники. Отгружала их поштучно, ящиками продавала в количестве каких-то денег за штуку. Обладая очень хорошим гранулированным сбором информации о том, как этот подшипник работает уже установленным у заказчика, эта компания может сегодня не продавать подшипники, а она продает вращение как сервис. То есть сами подшипники отгружаются бесплатно, то есть даром, но в этот же момент подписывается договор с заказчиком, на основании которого ежемесячно по измеренному количеству вращений выставляется счет. Это требует абсолютно другого отношения к тем данным, которые порождаются на промышленной площадке, и безопасной передачи и, собственно, обработки. Мы сделали первую версию шлюза подключения к платформе промышленного интернета на базе операционной системы Касперский ОС. То есть это так называемый кибериммунный шлюз, который по умолчанию не требует антивируса сверху, не требует компоненты по управлению устройствами. То есть фактически модель безопасности зашита в самом устройстве при проектировании. То есть мы понимаем, какие функции данное устройство должно выполнять, какие информационные потоки через него должны проходить. И, например, существует нулевая вероятность, что через операционную систему Касперский ОС могут злоумышленники получить доступ из вот этого аналитического айтишного компонента в сторону оборудования. К сожалению, на существующих решениях, которые, как правило, реализуются на базе одного из клонов общепринятых операционных систем какой-нибудь версии Linux, такая вероятность достаточно высокая. Традиционные шлюзы, как правило, работают по принципу разрешено все, что не запрещено. Но в мире существуют разные уязвимости, разные возможные настройки, которые кто-то поменял. И вероятность того, что через день что-то появится в этом устройстве при такой модели, она достаточно высокая. В устройстве, которое мы производим, это шлюз промышленного интернета, принцип немножко другой. То есть запрещено все, что не разрешено. Фактически мы переносим концепцию белых списков и профилирования безопасности для каждого объекта внутрь небольших устройств. Потому что наша операционка компактная, в ней есть возможность разделения на контейнеры и возможность управления этими контейнерами, исходя из того, как решение должно работать. Мы видим на самом деле очень большой интерес у лидирующих корпораций, потому что речь идет об очень существенных сокращениях. Те, кто этой фишкой овладевают, они становятся достаточно серьезными такими лидирующими компаниями. Наши планы идут далеко за созданием отдельной части, а в общем-то серийное создание вот такого рода интеллектуальных кибериммунных решений, у которых очень большой экспортный потенциал.